Давайте я вам покажу, как я сейчас играю в Cloud Spires в соло режиме. Во-первых, здесь сбоку у меня справочник потока самого, как игра идет. Это всего лишь 7 пунктов, где-то 16 подпунктов и 7 подподпунктов. Дальше, здесь, конечно, листы фракций. Как без них? Двусторонние, с описанием каждого юнита и каждого улучшения крепости. Здесь сбоку у меня лежат информационные листы по разным предметам на местности и по маркету. Здесь на диванчике сбоку лежит сама книжка соло сценария, без которого играть невозможно. Здесь показано, какие идут потоки, какие войны против тебя, какая раскладка. Ну и последнее здесь на подушечке, Rulis Reference. Помощь по правилам в таком вот кратком формате. Ну и, разумеется, вся игра состоит пока что в том, что я постоянно роюсь между всеми этими локациями в этих справочниках. И так у нас идет игра. Надеюсь, это временно. Большой всем привет! Сегодня расскажу о первом впечатлении от игры Cloud Spire. Вы скажете, как это первое впечатление, если вы уже где-то полгода назад это первое впечатление слушали и игра вроде бы не новая на канале. Нет, это абсолютно новая игра. Несмотря на то, что название у нее одинаковое. Несмотря на то, что все компоненты одинаковые. Cloud Spire уникальная игра в том, что в ней положено в одной коробке три абсолютно разных игры. Это режим игрок против игрока, в котором игра превращается в самые крутые шахматы в настольном мире, которые я видел и которых слышал даже. Это соло режим, про который мы сейчас будем рассказывать, в котором игра превращается в такую высокоинтеллектуальную головоломку с тактикой, стратегией, хитростями, с логикой, со всем вместе. Ну и третий режим, про который я ничего не знаю, может быть когда-нибудь еще расскажу. Есть еще четвертый режим, это режим Товер Дайв, только про него вспомнил. Про него тоже ничего не знаю, может когда-нибудь попробую. Это режим Товер Дефенсик, когда на тебя нескончаемые потоки идут и сколько ты выдержишь, столько выдержишь. Наверное, там ощущения еще другие. Так вот, соло режим здесь считается самым лучшим. И сами авторы, они рассказывали, что когда придумывали игру, она была только из соло режима, потом все остальное на нее накрутили. Но это видно и по книжке, потому что самое большое печатное издание, 100 страниц, это как раз соло сценарий. Про этот режим и поговорим. Во-первых, я не буду повторять то, что я говорил в прошлом видео в первом впечатлении от самой игры, когда я играл в режиме игрок против игрока, пытался понять этот режим. Вы можете просто перейти по ссылочке, здесь появится такая буковка И в правом верхнем углу и можете перейти и посмотреть. Чтобы не повторяться, я буду говорить только о соло режиме. И в сравнении с режимом игрок против игрока, это намного более интересный играбельный режим, на мой взгляд. Это чисто предварительное вот такое ощущение, первое впечатление. Потому что все-таки в игрок против игрока я толком так и не сыграл, так и не наигрался. Еще один момент хочу сказать, что во втором издании, это у меня первое издание, но оно апгрейзено до второго. Так вот, во втором издании книга правил переработана настолько лучше, что я могу рекомендовать тем, кто приобретет первое издание, обязательно скачать его. Не обязательно даже покупать, чтобы вот печатное издание, а можно скачать на сайте производителя правила для второго издания. Оно улучшено очень круто. Во-первых, оно разделено на две книжки. На саму книжку правил и на справочник. Точно так же, как сделано в рыцаре-маге. И в книге правил сейчас нет никаких большого количества нюансов. Вам просто рассказывается игра. И пол книжки правил это последовательный пример одного сражения. Где вы просто выполняете то, что вам написано. И вы понимаете игру. Вот серым это показано, как ходит. Одна фракция, зеленым другая. И вы просто делаете, что вам написано. И на этом изучаете игру. Это настолько круто, что я удивлен, какой объем работы проделан. И видимо наняли хорошего писателя правил. Это очень большой прогресс. Если будете брать первую версию. А это имеет смысл. Потому что она сейчас из-за того, что вышла вторая. Продается относительно дешево на ebay и так далее. Так вот, если вдруг у вас появится первая версия. Не бойтесь ее. Просто скачиваете с сайта издательства новую версию правил и изучаете. Так, но это я отвлекся. Сейчас будем рассказывать о соло-режиме в игре Облачный шпиль. Что он из себя представляет? Это режим сценарный. То есть вам дается определенная раскладка. Вот первый, например, сценарий. Здесь рассказывается предыстория, лор. Потом показывается, как нужно разложить поле. Какие будут юниты противника. Дальше рассказывается, как ведет себя искусственный интеллект. Какие цели у кого. И какие цели у вас для того, чтобы выиграть. То есть, допустим, в данном сценарии вам нужно уничтожить все шпили. Шпили типа Минарет. За это вы получите балл. Уничтожить вообще все шпили до конца четвертого потока. И дальше уничтожить саму крепость. Если у вас будет хотя бы одной из этих целей выполнено, вы сценарий выполнили. Если вы выполните два или три, то вы тоже выполнили. Но это на максималках, так скажем. То есть, в идеале вы должны все три цели выполнить. Но даже одной достаточно, чтобы можно было перейти к следующей цели. Как проиграть? Не выполнить ни одной цели. Либо если ваш герой, Крам Могучий, будет побежден. Я сыграл две партии. Сначала обучающую. Кстати, и в соло-сценарии. Много страниц посвящено обучающему сценарию. Где тоже вам последовательно показывается по цвету. Что нужно передвигать. Как работает искусственный интеллект. Какие приоритеты. Все рассказывается очень подробно. Так вот, я сыграл его. На максималке выиграл все, что надо. И полностью провалил первый сценарий. Да, я играл от балды, так скажем. То есть, я не знал, кого нанимать. Нанимал кого подряд. На кого хватало средств. И проиграл, не выполнив ни одной цели. Единственное, чего я достиг, это то, что мой Крам все-таки выжил. С одной жизнью. Вот. Дальше. Есть цели. Есть какие-то события. И показываются вейв. Волны врагов. Первый, второй, третий, четвертый. Здесь указывается, как работает волна. И как враги компонуются. То есть, в отличие от противостояния. Человек против человека. Вы получаете на поле определенную раскладку. С которой вам нужно справиться и выполнить задачи сценария. И вот здесь появляется очень интересный момент. Игра становится своего рода такой задачкой шахматной. Где вам нужно попытаться разгадать, что в этом сценарии задумали авторы. Авторы игры. Здесь нет случайности. То есть, если сравнивать с Tumany Bones, это абсолютно разные игры. Это игра одного издательства. Это игра одного автора. Но с Tumany Bones сравнивать эту игру абсолютно невозможно. Это настолько диаметрально разные игры, что сложно найти такую пару настолько разных игр. Если Tumany Bones это куча рандома, которые наслаиваются друг на друга. Из-за чего получаются очень интересные комбы. Интересные приключения и так далее. То в Cloud Spire случайностей нет вообще. Да, ее немножко добавили. Допустим, за счет башен. Что вот есть кубик. Что башни не просто стреляют, а кидают кубик. И на кубике есть промах и два удара. Остальное единички. То есть, в теории, может так не повезти, что будет шпиль всегда двойку выкидывать. Или всегда промах. Но это маловероятно. Скорее всего, будет всегда единичка. Плюс в правилах есть. Если вы не хотите этой случайности, просто считайте, что все шпили всегда бьют на единичку. Я так и играл на самом деле. Потому что я забывал бросать этот кубик. То есть, рандома нет вообще. Представляете? Игра чисто. Головоломка без рандома. Сразу же можете понять, насколько вам такое интересно. Итого. Сценарий задает нам определенную ситуацию. Вот в данном случае, в первом сценарии, нам нужно снести минарет. Вот это, кстати, результат нашей первой партии. Минарет я не снес. Остался. Здесь было несколько башен. Я снес половину. Минарет не смог. Все башни не смог. До крепости даже не дошел. Сам пострадал. В общем, далеко-далеко от цели. Так вот. Сценарий задает задачу. Вы ее пытаетесь выполнить. И найти ту хитрость, с помощью которой вы ее можете выполнить. Интересно это? Очень. Но только для, наверное, пожалуй, таких людей с шахматным складом ума. Которые любят решать шахматные задачки. В чем проблема сценария для обычных игроков в настольных играх? То, что если вы его прошли, вы нашли хитрость, как ее проходить. То вы всегда его будете проходить. Потому что случайностей нет. Вы поняли, как набирать правильно воинов. Как правильно двигаться. Какие есть хитрости. И, в общем-то, решили. Проблемы это для меня нет. Потому что в базовой коробке, в этой книге, 16 сценариев. Я первый с первого раза не прошел. Со второго, возможно, пройду. Возможно, не пройду. Ну, с третьего. Ну, с четвертого. Ну, с какого-то пройду. Это первый сценарий. Там будет все сложнее. Сложнее, сложнее, сложнее. Соответственно, если ты даже со второго раза будешь проходить каждый сценарий. Это здесь 16 сценариев. 16 на 2. Это 32. Каждая партия занимает около 2-3 часов. Не пугайтесь. Да, 2-3 часов. Даже в соло-режиме. Да, по крайней мере, сейчас. Потому что я много читаю справочников. Потом все это будет от зубов отскакивать. Это будет медленнее. Но я не думаю, что я справлюсь быстрее, чем за час-два. На каждый сценарий. Итого. Мы имеем 16 на 2. 32. По 2 часа. Это 60-70 часов. И это только базовое. То есть, если не хватило, взяли дополнение. И еще у вас будет сценарий. Плюс разные режимы, которые можно повторять. Так что, содержимого для игры более чем достаточно. Плюс, это очень оптимистичный, на самом деле, сценарий. Проходить за два. Я заглядывал отзывы на Боргейм Геки. Там есть люди, которые просто игру продавали не в силах пройти первый сценарий. Застопывались на нем, не могли его пройти. И продавали на ebay игру, потому что не понимали, что с ней делать. Вот. Есть, кстати, гейды, как проходить первый сценарий. И второй, наверное, и третий. Но я не заглядываю, потому что это неинтересно. Мне хочется самому открывать эти головоломки. Так. Понятно, как устроена соло. В отличие от стандартной игры игрок против игрока. У нас есть наша башня, есть башня противника. Мы выполняем действия за противника с помощью определенной программы. А сами имеем полную свободу, как мы развиваем свою башню. Как мы развиваем своих воинов. Кого мы нанимаем. Как мы двигаемся. И так далее. Жестко запрограммированный AI противника. И у вас типа свобода. Так вот, мое первое впечатление от игры. Да, в соло-режиме это, ну, очень крутая игра. Очень впечатляющая. Но я, в отличие от Tumany Bones, эту игру никому не могу рекомендовать. Кроме, пожалуй, шахматистов. Потому что вот эти задачки, они требуют очень специфический склад ума игрока, чтобы получить от такой игры удовольствие. Вы играете очень долго, во-первых. Это минимум час, а скорее всего 2-3 часа, особенно первые партии. При этом где-то посреди, там, второй-третьей волны вы понимаете, что вы уже проиграли, и вы неправильно делали, и нужно менять. Доигрывать уже смысла нет. Да, можно прерываться и начинать снова. Не всем это нравится. Кому-то нравится, ну, до конца доводить игру. И в этой игре я, допустим, уже где-то с третьей волны понял, что я никак не выигрываю. У меня осталась вот эта башня с защитой, которую невозможно стести, ну, видно. С другой стороны, вот я воспринимаю это сейчас как недостаток, с другой стороны, это можно воспринять и как достоинство. То есть ты играешь, видишь вторая волна, ох, я неправильно понял, я неправильно делаю, уже не выиграю. Все разбомбил, разложил снова, и снова пытаешься. То есть можно и так играть. Но, как вы понимаете, большинству любителей настольных игр от такое просто банально не зайдет. Кому игра зайдет? Как я сказал, единственная категория игроков, которым подобное зайдет, это шахматисты, бывшие или нынешние, и, пожалуй, любители варгеймов. Потому что эта игра в соло-режиме выглядит как варгейм-головоломка. У вас есть юниты, у вас есть враги, и противостояние очень четкое, очень-очень классное. То есть, пожалуй, фанаты варгеймов и фанаты шахмат эту игру заценят очень и очень высоко. Все остальные будут от нее шарахаться, как от неведомого чудища. И я их отлично понимаю. Итого, первое впечатление, я не хочу это видео делать длинным, может быть, не совсем оно будет понятно без летсплея. Поэтому первое мое впечатление от соло-режима, игра себя реабилитировала. У меня есть интерес с ней разбираться, играть в соло-режиме. Но при этом саму игру вряд ли кому-то можно советовать. Как первый варгейм, я не знаю, или первый абстракт. Еще, наверное, все-таки скажу о впечатлениях как игрока. Игра очень тяжелая. То есть, ощущение от нее, как от рыцаря-мага, так же загружает, перегружает даже. Ты просто выматываешься от нее. При этом она выматывает даже сильнее, чем рыцарь-маг, из-за того, что здесь ты не только думаешь за себя, ты еще и должен отрабатывать действия искусственного интеллекта. В рыцаре-маге искусственного интеллекта нет. Ты идешь, у тебя есть враги, у тебя есть какие-то условия боя, и ты только за себя работаешь. Здесь, так как против тебя играет фракция, ты должен отрабатывать за нее все действия. То есть, как двигаются миньоны, как работают шпили, как герои врага. Да, ты смотришь на справочник, ты смотришь на не очень сложные приоритеты, смотришь на не очень сложные правила искусственного интеллекта, но, тем не менее, ты должен их отрабатывать. И только потом заниматься своей фракцией. Разумеется, после, не знаю, пятой-десятой партии, ты будешь делать это на автомате. Но пока это очень напрягает. То есть, на данный момент игра меня перегружает не меньше, а то и больше, чем рыцарь-маг. Этот недостаток, возможно, временный, но я не должен о нем упомянуть. При всем при этом, при таком большом количестве недостатков, игра меня впечатлила. Игра мне очень понравилась. Я покажу, пожалуй, сценарий, первый сценарий на канале очень подробно. Расскажу, как он играется, объясню каждое свое действие. Я не буду рассказывать правила, я не буду рассказывать каждую фракцию, как я сделал это для Тумани Бонс. Потому что эта игра еще для более узкой аудитории. Если Тумани Бонс для узкой аудитории, то это еще для более узкой аудитории. Поэтому не хочу очень сильно перегружать канал. Все равно будут все скипать видео по Cloud Spire, просто не разобравшись. Но одну партию, один сценарий, я вам покажу очень-очень подробно. Так что все желающие разобраться с игрой, понять, что она из себя представляет, вы сможете, приложив некоторые усилия для просмотра, внимательного просмотра этого видео. А пока все. Я буду сейчас пробовать проходить этот сценарий снова. У меня есть идея, как его пройти. Я делал ошибки в первом, и сейчас у меня есть интересная идея. Если она сработает, я уже потом пересниму этот сценарий на канал с успешным прохождением. Спасибо, что посмотрели. Игра очень и очень крутая. Это одна из самых крутых настольных игр в мире, но для очень-очень узкой аудитории. Всем остальным на нее просто можно полюбоваться и не пытаться получить в свою коллекцию. Не знаю, негативный это отзыв или позитивный. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»